Ребята, привет! Сегодня все на скорую руку. Сегодня тушим капусту в сковородке со свининой, шампиньонами. Что нам для этого нужно? Пол вилка капусты, 300 грамм шампиньонов, 300 грамм свинины, мясо, 3 головки лука, черный перец, соль, подсолнечное масло. Приступаем. Первое, что нам нужно сделать, это нам нужно мелкими кусочками нарезать свинью. Поэтому и называется на скорую руку. Чем меньше кусочки, тем они быстрее приготовятся. Можно, конечно, взять ребрышки и потушить капусту с ребрышками, но это займет очень много времени. Все, мясо у нас готово, выгружаем сюда. Сковородка пока греется, подготавливаем лук. Все, лук у нас готов. Сковородка разогрелась. Сначала нужно поджарить лук. После того, как мы лук пожарим, его нужно будет выгрузить. Поджарить его нужно до золотистой корочки, чтобы он прям потом капусте придал такие вот свои луково-поджаренные вкусовые качества. Маленько соли, щепотку. Прямо вот в этом время можно поперчить. Кому нравится, может добавить трав. Ну все, мы практически добились желаемого результата. Еще две минутки. Все, и мы снимаем лук. Вот он золотистого цвета получит. Лук выложили в пиалушку поджаренный. Добавляем чуть-чуть масла подсолнечного. Выкладываем мясо. Мясо быстро распределяем по сковородке. Это прям так обваливается, обваривается, чтобы не пригорело. Перевели плитку на двойку. Пусть поджаривали на девятку. И сейчас перевели на двоечку. Все, сейчас мясо даст сок. Начинать стрелять. Вот мясо. Да вот. Слок. Стоит на двоечке. Обязательно подсаливаем. Две щепотки мяса. Ой, мясо. Соли торможу. Так, мясо у нас на сковородке. Заливаем грамм 50 воды. Закрываем. Все, мясо сейчас у нас будет томиться. Прошло 10 минут. Открываем. Пробуем. Все, мясо практически готово. Выкладываем грибы. Грибы можно взять любые. Но так как нам быстренько нужно приготовить, мы взяли шампиньоны уже резанные. Даже не стали напрягаться. Резать шампиньоны, которые замаринованы, либо засолены цельными. Закрываем. Ждем 5-10 минут. Так как шампиньоны уже готовы, в принципе, к употреблению. Хватает 5 минут, чтобы они маленько подпрели. После этого мы добавляем нашинкованную капусту. Капусту прямо нужно много шинковать. Потому что, по наблюдениям канадских ученых, капуста при обработке термической уменьшает свой объем в 3 раза. Итак, у нас получилось 2 вот таких вот пиалушечки капусты. Засыпаем капусту. Прям засыпаем капусту. Вообще не стесняемся. Замки из песка. Накрываем крышкой. И через какое-то время у нас капуста вся опадет. Итак, мы загрузили всю капусту. И от капусты у нас осталась кочерыжка. В детстве это было лакомство. Соответственно, если капуста своя. Ну, вот это, именно капуста, которую готовим, это капуста выращена на своем огороде. Так что это можно употреблять в пищу. Очень вкусно. Вот, ребята, видно, да? Капуста оседает. Такое приятное шкварчание. И запах мяса. И предвкушение капусты с мясом. Ну, все, ждем. Теперь можно перемешивать капусту. Капуста у нас уваристая стала. Теперь добавляем лук. И перемешиваем. Накрываем еще 10 минут. Запах обалденный. Пробуем на вкус капусту. Маленько не хватает соли. Но капуста уже готова. Подсаливаем. Перчим. Желательно брать перец черный душистый. Перемешиваем. Жидкости никакой уже не должно остаться внизу. Если вы видите, все, жидкости нет. Капуста стала мягкой. Закрываем, ждем 2-3 минуты. И можно кушать. Прошло 3 минуты. Открываем. Соль и перец. Перец дал свой аромат. Соль растворилась. Мы перемешали. Берем капусту. Получилось просто обалденно. Можно раскладывать порционно по тарелочкам. И приятного вам аппетита! Продолжение следует...